Благодарность героям. За чашкой чая в городской мэрии Юрий и Анна Мирщиковой, жильцы рухнувшего дома на улице Минской, знакомятся с теми, кому обязаны жизнью. Ночью 6 ноября супруги были дома, смотрели телевизор. Буквально через минуту после взрыва оба оказались под завалами. Юрий Николаевич пострадал сильнее. Мужчина задыхался под грудой кирпичей и уже успел попрощаться с жизнью. Чудо, что я остался живой. Но еще раз хочу сказать, что чудо делают и тоже люди. Муж говорит, я все больше не могу и замолчал. Думаю, ну все, что мне такое отчаяние охватило. Думаю, ну как же вот умирает прямо на глазах и я не могу ничем помочь. И думаю, господи, ну помогите хоть кто-нибудь. И вдруг вот в окне фонарик, ну окна нет, конечно, проем, фонарик. И голос спокойно спрашивает, что у вас случилось. Спокойный голос принадлежал сержанту региональной Росгвардии. В момент трагедии в 3.38 на пульт вне ведомственной охраны поступил сигнал. От взрывной волны сработала сигнализация ближайшего к двухэтажке магазина. Уже через 4 минуты полицейские были на месте. Оперативно сообщили о случившемся в службу спасения и скорую помощь. Сергей Бычков первым, не раздумывая ни секунды, бросился в здание на помощь жильцам. О своем подвиге рассказывать не любит. Но признается, в тот момент о собственной безопасности даже не подумал. Я побежал, залез в квартиру. Там женщина. С криками, помогите, помогите. У меня там муж завалил. Я говорю, где он? Просто вообще человека не видать. Она говорит, он здесь. Начали копать. Все, достали. Владимир Шарыпов вручил героям полицейским благодарности главы города и памятные подарки. Сергей Бычков, Иван Игумнов, Денис Метелкин и Сергей Микуев. Благодаря им жертв взрыва на Минской стало меньше. Эта встреча была нужна для того, чтобы выразить благодарность именно от города, от горожан, сотрудникам полиции, которые оказали, несмотря на риск для собственной жизни, всю необходимую помощь людям, которые в ней очень нуждались. Напомним, дом на Минской признан аварийным. Собственником найдено временное жилье. Продолжается выплата материальной компенсации.